ГОСКОРПОРАЦИЯ РОСКОСМОС И ПРЕДПРИЯТИЯ РОССИЙСКОЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРЕДСТАВИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «АРМИЯ-2021», КОТОРОЙ ПРОХОДИТ В ЭТИ ДНИ В КОНГРЕСНО-ВЫСТВАЧНОМ ЦЕНТРЕ «ПАТРИОТ» ОБРАЗЦЫ И МАКЕТЫ ПЕРСПЕКТИВНОЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ, НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ инфраструктуры и космических аппаратов. Объединенная экспозиция Роскосмоса разместилась в павильоне «А». Ее общая площадь более 450 квадратных метров. Свою продукцию в павильоне Роскосмоса представили РКК «Энергия» имени Королева, ГК «НПЦ» имени Хруничева, информационные спутниковые системы имени Академика Решетнева, корпорация «ВНИИ-М», Центр Келдыша, ЦПК имени Гагарина и другие предприятия отрасли. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подписал ряд соглашений о сотрудничестве госкорпорации с российскими регионами и выступил на пленарном заседании «Диверсификация оборонно-промышленного комплекса». Мы исходим из того, что, конечно, нам досталась огромная большая советская космическая промышленность, которая для современных нужд и выполнения федеральной космической программы, очевидно, переразмерена. Но мы принципиально не продаем излишки наших производственных площадей, а на них организуем новое производство, производство гражданской продукции. Даже если бы не было таких планов у правительства, мы все равно бы этим занимались, поскольку программа технологического фитнеса, которая проводится в Роскосмосе, она именно предполагает возможность использования колоссальных технологий научно-технического задела, которые есть в отрасли для того, чтобы насытить рынок качественными и конкурентными продуктами. Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин посетил ракетно-космический центр «Прогресс» в Самаре. Это ведущее предприятие в России и один из мировых лидеров по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса. С 1961 года по настоящее время все запуски отечественных пилотируемых космических кораблей осуществляются ракетами-носителями самарского производства. Вместе с генеральным директором РКЦ «Прогресс» Дмитрием Барановым руководитель «Роскосмоса» ознакомился с ходом испытательных и пусконаладочных работ по созданию перспективной ракеты «Союз-5». Следующим пунктом рабочей поездки генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина стал Красноярский машиностроительный завод, который входит в Госкорпорацию «Роскосмос». Глава «Роскосмоса» проинспектировал выполнение государственного оборонного заказа, посетил площадку «Красмаша» в поселке Подгорном, производство испытательно-заправочный комплекс и вручил «Красмашовцам» ведомственные награды за большой личный вклад в реализацию космических программ и многолетний добросовестный труд. 22 августа 2021 года в 1 час 13 минут 40 секунд по московскому времени с 31-й площадки космодрома «Байконур» был выполнен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1Б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34-мя космическими аппаратами компании «Уан-Веб». Этот старт стал девятым в рамках контракта «Роскосмоса» и компании «Уан-Веб» и третьим с космодрома «Байконур». Первая партия из шести спутников «Уан-Веб» была запущена 28 февраля 2019 года с космодрома «Двианского космического центра» ракеты-носителем «Союз-СТ». В феврале и марте 2020 года с космодрома «Байконур» были запущены две ракеты с 34-мя спутниками «Уан-Веб» каждая. В декабре прошлого года впервые с космодрома «Восточный» стартовала ракета-носитель с 36-ю спутниками «Уан-Веб». Последующие пуски по программе «Уан-Веб» с «Восточного» состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая и 1 июля этого года. Пуски с космодрома «Восточный» позволяют выводить ракеты-носителям «Союз-2.1Б» на орбиту большее количество спутников – 36 против 34 при пусках с «Байконура». Такая разница обусловлена в том числе и более высокими энергетическими характеристиками ракеты в рамках заданного наклонения. Сейчас проводятся работы над оптимизацией полетных траекторий с «Байконура» с учетом того, что размер спутников чуть больше, чем предполагалось. Исследования проводятся, чтобы запускать с «Байконура» 36 космических аппаратов «Уан-Веб», как и с «Восточного». Следующий коммерческий запуск российской ракеты-носителям спутников связи «Уан-Веб» по предварительной информации запланирован на 14 сентября с космодрома «Байконур». 25 августа космические аппараты уже были доставлены на космодром «Байконур» для подготовки к этому старту. 21 августа с целью формирования баллистических условий перед запуском транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» и посадкой спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18» проведена очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции. После маневра средняя высота орбиты станции составляет около 421 километра над поверхностью Земли. Маневр проводился двигателями служебного модуля «Звезда». Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-19» запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома «Байконур». В основном экипаже космонавт «Роскосмоса» Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Планируется, что после краткосрочной экспедиции Юлия Пересильд и Клим Шипенко вернутся на Землю 17 октября в спускаемом аппарате корабля «Союз МС-18» вместе с космонавтом «Роскосмоса» Олегом Новицким. Экзамен по ручному причаливанию и перестыковке корабля «Союз МС» на тренажере «Дон Союз» сдали командиры основного и дублирующего экипажей МКС-66 – космонавты «Роскосмоса» Антон Шкаплеров и Олег Артемьев. В процессе экзаменационной тренировки космонавты выполнили по четыре режима, первая из которых – перестыковка с одного стыковочного узла российского сегмента МКС на другой. Это штатный режим, который всегда реализуется вручную. Командиры экипажей должны уметь осуществлять перестыковку корабля к узлам отечественных модулей, которые уже являются частью МКС или прибудут во время их экспедиции на орбиту. Кандидаты в космонавты Александр Калябин, Сергей Тетерятников и Арутян Кивирян вернулись из Мензелинска, где проходили специальную парашютную подготовку космонавтов. В течение трех недель они приобретали навыки работы в условиях стресса, учились контролировать высоту, строить траекторию захода и приземляться в определенные точки. Специальная парашютная подготовка космонавтов состоит из трех этапов. Первые два приходятся на период общекосмической подготовки. Третий этап – это поддержание ранее полученных навыков, когда кандидаты меняют статус и становятся космонавтами-испытателями. Решение Научно-технического совета Роскосмоса о создании национальной орбитальной станции направлено в правительство, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин. Создание станции планируется в два этапа. На первом этапе с 2025 по 2030 годы намечается запустить научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой модули. На втором этапе с 2030 по 2035 годы – целевой и целевой производственной модули, а также платформу для обслуживания космических аппаратов. Станция будет не постоянно обитаемой, а посещаемой экипажами из двух-четырех человек. Запуски к ней смогут проводиться с космодромов Байконур и Восточный. Летать к новой станции на первом этапе продолжат грузовые корабли «Прогресс» и пилотируемые корабли «Союз», а на втором – пилотируемые корабли «Орел». Запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» с космодрома Восточный уточнен и запланирован на второе возможное пусковое окно в мае 2022 года. Пусковое окно – это период времени, когда запущенный с Земли космический аппарат с учетом его конструктивных особенностей и энерго-вооруженности оптимально и по заданной траектории достигнет точки назначения, то есть нашего естественного спутника Луны. Переход на второе пусковое окно вызван в выявленной в ходе наземной экспериментальной отработки необходимостью дополнительного подтверждения заявленных характеристик приборов, агрегатов и двигательной установки «Луны-25» в условиях, максимально приближенных к космическому пространству, которые можно провести на Земле. Результаты завершенных на текущий момент испытаний выявили необходимость проведения дополнительных исследований, в том числе с учетом баллистических условий перелета к Луне. Даже с учетом того, что к настоящему времени борт космического аппарата «Луна-25» полностью укомплектован штатными образцами приборов и систем, существует необходимость проведения проверок, выполняемых в обеспечении требуемой надежности первой российской миссии на Луну. 20 августа прошла торжественная церемония закрытия 6-го корпоративного чемпионата «Молодые специалисты Роскосмоса-2021» по стандартам WorldSkills. Представители 32 предприятий ракетно-космической отрасли на 11 площадках соревновались по 20 компетенциям, лучших наградили медалями и поручили также достойно представить свою отрасль на Всероссийском чемпионате WorldSkills High Tech, который в этом октябре пройдет в Екатеринбурге. Вы будете представлять наш флаг Госкоперации «Роскосмос» и предприятий Госкоперации «Роскосмос» на уже Всероссийском чемпионате. Я уверен, вы сделаете это достойно, и мы получим очень хороший результат. И еще будем больше гордиться вами и вашими успехами. Главной интригой чемпионата до последних минут оставалось название организации-победительницы по результатам медального зачета. Ей уже четвертый год подряд стало знаменитое железногорское предприятие «Роскосмоса» информационные спутниковые системы имени академика Решетнева. Корпоративный чемпионат «Молодые профессионалы Роскосмоса» проходит с 2016 года. Количество участников чемпионата и перечень компетенций постоянно увеличиваются. Днем основания будущей ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Сергея Королева считается 26 августа 1946 года. В этот день приказом министра вооружения СССР Дмитрия Устинова была определена структура НИИ-88, в которой юридически утверждено образование отдела номер 3 в составе специального конструкторского бюро. Начальником отдела номер 3 СКБ НИИ-88 назначили главного конструктора Сергея Королева. Коллективом легендарного предприятия разработаны и созданы первые отечественные баллистические ракеты, первый искусственный спутник Земли, пилотируемые корабли «Восток», «Восход», «Союз», грузовые корабли «Прогресс», долговременные орбитальные станции «Салют», «Мир», многоразовая система «Энергия-Буран», модули международной космической станции, в том числе уже находящиеся в составе российского сегмента МКС, многоцелевой лабораторный модуль «Наука» и готовящийся на космодроме Байконур к ноябрьскому запуску узловой модуль «Причал». Сейчас ракетно-космическая корпорация «Энергия», которая носит имя главного конструктора Сергея Королева, головная организация Роскосмоса по созданию и эксплуатации пилотируемых космических систем, высокотехнологичных систем различного назначения для использования вне космических сферах, а также ведущий разработчик российского сегмента МКС. Присылайте нам фотографии и вопросы о космосе на tvsobaka.tvroskosmos.ru И до встречи в космической среде! 19 сентября – единый день голосования. На всей территории России будут проводиться выборы депутатов Государственной Думы. Также избиратели в 46 регионах страны будут выбирать 9 глав регионов, 39 законодательных органов-субъектов. Будет проведено более 4000 выборов в органы местного самоуправления. Голосуйте! 17, 18 и 19 сентября. Выбираем вместе! Правильный путь выбрать легко. Это путь рядом с теми, кто нам дорог. Это путь, на котором нас ждут приятные встречи. Это путь, который мы выбираем вместе. 19 сентября состоятся выборы Государственной Думы. Проголосовать на избирательных участках можно 17, 18 и 19 сентября. Выбираем вместе! Продолжение следует...